Добро пожаловать в цикл передач FightBot Friday на русском. Всем привет, меня зовут Бори Адамс, технический специалист Polemic Digital. Я специализируюсь на продвижении новостных сайтов. Сегодня мы поговорим с вами о том, как попасть в Google Новости. Я получаю множество вопросов от разных людей по поводу этой вертикали поиска, так как это действительно крутой источник трафика для сайтов. Как только вы попадете в индекс Google Новостей, ваш сайт будет появляться в новостной карусели, и это будет вам давать кучу трафика. Итак, давайте разберемся, как же попасть в Google Новости, как попасть в эту самую карусель и получать оттуда трафик. Это не так просто, как может показаться, вам нужно преодолеть ряд препятствий, чтобы попасть в индекс Google Новостей. В первую очередь у вас должен быть отдельный новостной сайт. Когда вы подаете заявку на включение сайта в новости, команда гуглоидов вручную проверяет сайт и решает, стоит ли его включать в новостной индекс или нет. Это ручной процесс, и ваш сайт должен быть весь посвящен новостям. Многие меня спрашивают, может ли это быть новостной раздел на сайте или блог, который можно добавить в Google News. Ответ, конечно же, нет. Google не нужны сайты в индексе, которые не являются новостями. Например, такие, как комические сайты с разделом новостей. Это не тот случай. Им нужен отдельный сайт новостей, сайты, цель которых предоставлять новости и контент по определенной теме или в определенной нише. Это первый барьер и, возможно, самый важный. Если вы его не можете преодолеть, то даже не нужно пытаться соваться в Google News. Существует также много других моментов с новостями. Как я говорил, нужно преодолеть ряд барьеров. И технические требования – это следующее, в чем необходимо разобраться. Google требует, чтобы адреса ваших новостей и разделов были статическими и уникальными. Соответственно, новости или разделы должны находиться всегда по одному адресу, чтобы Google мог сканировать его или пересканировать без обработки редиректов или чего-то еще. Если вы используете динамические адреса, это не будет нормально работать в Google News. Вы должны иметь это в виду и убедиться, что ваш контент, статьи или рубрики находятся на выделенном адресе, который не меняется со временем. Следующий момент – предоставляйте Google контент в обычном HTML. В Google новостях важна скорость, робот сканирует новости как можно быстрее. Поэтому контент, требующий клиентский JavaScript или другие типы скриптов, не будет работать в Google News. У Google есть два этапа индексации. Первый из них основан только на обработке HTML кода, а второй – на полном рендеринге страницы, включая JavaScript. Так вот, для Google News это работает не так. Если ваш код требует JavaScript-обработку, он никогда не обработается Google новостями. Google News использует только первый этап индексации, основанный исключительно на HTML-коде. Старайтесь использовать JavaScript по минимуму и убедитесь, что контент полностью доступен в исходном коде и не требует наличия JavaScript. Также очень полезно иметь чистый код. Под чистым кодом я имею в виду то, что статья в коде должна находиться в одном блоке, начиная от заголовка и до конца. Это поможет лучше индексироваться в Google новостях. Я видел кучу примеров, когда сайты размещали элементы в центре статьи, такие как связанные статьи или видеокарусели, фотогалереи. Это затрудняло индексацию контента Google новостями. Короче, используйте чистый код. Убедитесь, что статья находится в одном контейнере, что его легко найти в коде. Это хорошо сработает для Google новостей. Есть еще несколько других дополнительных технических моментов, которые я считаю обязательными, так как они помогают быстрее забирать ваш контент в Google News. Соответственно, вы быстрее попадете в новостную карусель, откуда большинство трафика и будете получать. В первую очередь, это новостной сайт-мап. Google говорит, что это не обязательно, но рекомендуется использовать, и я с ним полностью согласен. Использование специальной карты сайта, содержащей публикованные за последние 48 часов новости, максимум 1000 записей, это очень важно. Как по мне, это основной механизм Google новостей, благодаря которому они узнают о новых новостях и индексируют их. В общем, новостной XML-сайт-мап крайне важная штука. Убедитесь, что он у вас есть перед тем, как отправлять сайт в Google News. Также я считаю важным разметить ваши статьи с помощью специальной микроразметки. Это может быть обычная разметка статей или специальная, которую использует Google, например, статья-анализ или статья-мнение для специальных типов статей. То есть, разметка article или news article на ваших страницах должна быть обязательно. Я считаю, что вероятность попадания в карусель сильно повышается, если в новостях используется разметка. Как я говорил, этот индекс модерируется вручную, поэтому нужно преодолеть еще ряд преград, чтобы уж точно при просмотре гуглоидом вашего сайта он отметил все галочки и убедился, что сайту можно доверять, и что это реально новостной проект. Наличие нескольких авторов на сайте очень ценно и важно. Это поднимает вас относительно всех других блогов или небольших ресурсов, которые не используют мультиавторство. Это повысит вероятность, что модератор гугла нажмет кнопку опрува. Также важно ежедневное обновление. Не нужно постить новости раз в несколько дней. В идеале нужно публиковать по нескольку статей в день, которые к тому же уникальны. Вы можете брать чужие контенты с фидов, сайтов IP или Reuters, но основная часть контента должна быть все-таки ваша. Не нужно полагаться на чужие новости при наполнении сайта контентом. Старайтесь писать как можно больше уникального контента. Тут сложно сказать про отношения. Своим клиентам я рекомендую иметь как минимум 70% уникального контента, который они пишут и публикуют сами. И максимум 30% можно брать из внешних источников. И еще вам сильно поможет специализация в определенной теме. Новостями какой сферы вы являетесь. Существует куча новостников обо всем, которые все пробуют. Но Гуглу неинтересно множество подобных сайтов. Гуглу интересны специализированные издания, которые могут делиться глубокими отчетами по конкретной области или теме. Если у вас такой нишевый портал, это повысит вероятность попадания в индекс Гугл Ньюс и получить трафика из новостной карусели. Вот в двух словах, как попасть в Гугл Новости. Возможно, это может показаться очень простым, но на самом деле есть ряд преград. В основном технических вещей, которые нужно внедрить на сайте. Если вы их все реализуете, то можете рассчитывать на большой трафик из новостной карусели Гугла и получить профит. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал Диваки.